Шалом, друзья! Еще один урок по теме школы духовного выживания. Уже было порядка десяти уроков. Ну, конечно же, тема сама по себе может еще развиваться и развиваться, но какие-то вот приходят побуждения, я, конечно, буду стараться тоже записывать, делиться. Есть свидетельства, что это служит людям, и это тоже одна из причин, почему мы, допустим, там на ютубе не закроем комментарии, чтобы не писали всякие там проходимцы гадости, чтобы был обратный отзыв, была обратная реакция. И когда человек пишет, что да, действительно, какие-то видео послужили, в чем-то помогли, в чем-то где-то точнее пришло понимание, а где-то даже чего-то уберегли, безусловно, это хорошее свидетельство. И, ну, есть дополнительный стимул продолжать развивать эту тему. Пусть это послужит, может, немногим, может, многим Господь знает. И сегодняшний урок в школе духовного выживания, опять же, это не мой только лишь личный опыт индивидуальный. Я это вижу у других людей, которых знаю уже много лет, и вижу, что они действительно такие выжившие, победители, то есть не сломались, не стали религиозниками, не ушли в мир, сочны, плодовиты, жизнерадостны. И, естественно, когда есть вот эти вот общие какие-то признаки, вот они высвобождаются в этой школе. Я прочитаю 1 Тимофею, 4 глава, стих 16. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». То есть еще одна общая черта у всех победителей, у всех выживших, это постоянный рост, постоянно развиваться, расти, двигаться, не останавливаться. То есть это лучшая защита, это лучшее такое подспорье для того, чтобы не проиграть, не потерпеть поражение, это не прекращать учиться. Учиться, познавать Бога, познавать Слово. То есть занимайся этим постоянно, сказал апостол молодому служителю. «Так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Урок этот заключается в том, что нужно сохранять в себе ученика и поддерживать это на протяжении всей своей жизни. То есть не переставать никогда учиться, не переставать никогда расти. В духовном мире нету такого зависания, чтобы можно было достичь какой-то высоты и там остановиться, и уже как бы дальше не идти, и не откатываться. Духовный мир, он подвижен. В духовном мире нет ничего статичного. То есть все двигается. Само понятие слова «дух» это «пневма», по-гречески «ветер». То есть духовный мир – это постоянное движение. Если ты не идешь вверх, ты идешь вниз. Если ты не растешь, ты деградируешь. Если ты не учишься, ты тупеешь, так вот, говоря русским языком. То есть это как эскалатор. Эскалатор едет вниз. Чтобы не ехать вниз, надо постоянно двигаться вверх. Нельзя останавливаться. Не будет такой точки, где мы скажем, теперь мы уже достигли достаточно, можно больше не углубляться, можно больше не учиться ничему и не расти. Люди, которых я знаю, которые для меня во многом являются примером для подражания, они постоянно учатся. Они постоянно развиваются. Я не имею в виду ездить на библейские школы, энкаунтеры всю жизнь. Конечно же нет. Учиться – это личная с Богом школа. Школа, школа Духа Святого. Давид об этом писал, говорит, что даже ночью внутренность моя учит меня. То есть быть открытым, никогда не удовлетворяться на достигнутом, не останавливаться на достигнутом. Постоянно вникать в слово. Я недавно где-то делился, осознал, что каждый раз, читая Писание, читая Библию, а я ее читал уже много-много раз, я не знаю, сколько раз я прочитывал Библию за годы этим, но каждый раз как будто я читаю в какой-то мере новую книгу. Открывается все больше и больше, глубже и глубже. Я не могу читать одно и то же послание и каждый раз выносить с него одни и те же откровения. Открывается больше и больше и больше и больше. И, конечно, я понимаю, что это бездна и ее не исчерпать. И единственное, что можно делать, это продолжать учиться, учиться, учиться. Я вижу на примере Дмитрия Крюковского, которого все, кто с нами в ВКонтакте, его также знают. Это человек, который всегда учится, всегда развивается. У него всегда есть книги, которые он читает новые. Он изучает, продолжает исследовать, изучать Писание, хотя он много лет уже верующий и знает Библию прекрасно. То есть эти люди не прекращают развиваться, не прекращают обучаться. Да, в начале, конечно же, когда я уверовал, я читал много всяких книг, все подряд, можно сказать, христианское я читал. Я слушал все подряд проповеди, которые просто попадали, вот кассета, аудио или видео. Но сейчас, безусловно, я уже не всеядный. Я слушаю темы, которые мне интересны, которые по духу мне откликаются. Потому что я понимаю свое предназначение, я вкладываюсь в него и оттачиваю его, оттачиваю, оттачиваю. Чтобы этот дар, который во мне, он постоянно рос и развивался. Чтобы его коэффициент полезного действия увеличивался. Когда ты останавливаешься, то начинаешь деградировать. Как люди попадают в религию? Они просто замирают, они просто отстают от Божьего движения. Бог движется, Дух Святой движется, дышит. И чтобы идти за Ним, нужно не останавливаться. Израиль в пустыне, жили в шатрах, жили в палатках и не строили дома. Потому что столб мог двинуться, когда угодно. И надо было идти за Ним. Отстающих, вы знаете, добивал Амалик. Поэтому это вот такой урок. На протяжении всей своей жизни не прекращать обучаться, развиваться и расти. Расти, расти, расти духовно. Каких бы высот вы не достигли, никогда не позвольте ученику в себе умереть. Пусть ученик в вас всегда будет оставаться таким активным. Иисус сказал, Отец мой прославится, если вы будете моими учениками. Я верю, что даже самый духовный, самый зрелый человек, он все еще может многому научиться от Господа. И тут написано, и себя спасешь, но и слушающих тебя. Я верю, вот еще такой тоже фрагмент. Наша теология также должна расти. Мы не должны остановиться в своем богопознании, удовлетворившись какими-то такими базовыми откровениями, которые вот мы до них дошли и как стены их поставили, сказали, все, а все, что вне, это ересь и заблуждение. Я верю, что наша теология должна постоянно расти и развиваться вместе с нами. То есть, слово открывается больше, соответственно, теология расширяется. Я могу сказать, что на сегодняшний день я верю во многие вещи. То есть, я их вижу, они мне открыты, которые я во многих понятия не имел еще 10 лет назад. А за многие я бы посчитал, что это вообще какая-то ересь и заблуждение, если бы мне их сказали раньше. Но из-за того, что я расту, я становлюсь способным принимать больше, больше и больше глубины, широты, долготы, высоты Божьей. Поэтому на одном уровне в духовном мире оставаться невозможно. И если я слышу, что человек постоянно проповедует из года в год одни и те же вещи, одни и те же откровения, я понимаю, скорее всего, он остановился, он замер, то есть, он перестал расти и развиваться. И, конечно же, рано или поздно такой человек скатывается просто в религию, в какой-то, ну, такой традиционализм. То есть, просто веру в какие-то правила и движения, соответственно, с ними. Но когда слушаешь живых Божьих людей, то слово, которое они несут, оно всегда вкусное, свежее, такое насыщенное. Ты всегда что-то берешь оттуда, чего ты не знал. Потому что, ну, есть места, где из года в год проповедуют одно и то же, одно и то же, одно и то же. И уже все это все усвоили, знают. И хочется, как бы, ну, двинуться дальше. Хочется возрастать, хочется глубины, хочется понимания всего слова, а не каких-то вот базовых откровений. Этого нет. Поэтому надо расти, надо развиваться. Есть только один способ следовать постоянно за Господом. Это постоянно расти и развиваться. Иначе мы отстаем от Него и теряемся. Поэтому не бойтесь, если какие-то откровения начинают ломать вашу теологию. Наша теология, она ограниченная. Теология, смотрите, почему тяжело союзам, почему тяжело таким большим каким-то епархиям, где вот очень много уже церквей, уставы, там есть какие-то школы библейские. И, то есть, там все уже утряслось. Там нету места ничему новому. То есть, есть какие-то вещи, в которые они верят, а все, что вне, оно как бы считается завредное или там ересь какую-то. Им сложно принимать что-то новое. Потому что примите что-то большее, расширение откровений. Надо переделывать устав, надо переделывать библейские вот эти школы, все там материал, конспекты, вот эти пособия. Представляете, какая-то проблема. Поэтому эти союзы, они закрываются для всего нового. Так вот, это не наш путь, нам нельзя в это. И я верю, что наш Бог, Он также имеет душу, об этом говорит слово. И наши чувства, которые мы имеем, они во многом отражают те чувства, которые есть у Бога. Так вот, я верю, у Него есть так много дать нам. А мы берем маленькую частичку, нам больше ничего не надо. Но это, по крайней мере, огорчает, это расстраивает, я верю, нашего Бога. Потому что мы не хотим знать Его больше и глубже. Пусть рамки нашей теологии постоянно расширяются, 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 углубляются вверх, вниз, вправо, влево, вперед, в долготу, в широту. Давайте возрастать. Никогда не переставайте учиться. Никогда не переставайте получать откровения. Не переставайте слышать Духа Святого. И позволить Ему выводить Вас из зоны Вашего теологического комфорта, вот в том числе. Чтобы не попасть в сети религии. Потому что, как только человек останавливается в познании Бога, он тут же оказывается в сетях вот этой религиозности, законничества. Даже если он был в каком-то там передовом движении. Давайте расти. Давайте приносить с неба новые вещи. И так поступай из себя, спасешь из слушающих тебя. Слава Богу за то, что есть основания. Да, все начинается с основания. Есть вещи, в которых мы должны быть укоренены и утверждены железобетонно. Но даже там мы можем еще возрасти. Еще больше приблизиться к Богу. Не останавливайтесь. Вот такой вот урок в школе духовного выживания. Продолжайте учиться. Продолжайте развиваться. Продолжайте познавать Бога. Копать, углубляться. Я не знаю, вот мне сейчас 41 год. Я не знаю, ну какова будет моя жизнь. Как она будет развиваться. Но мне кажется, что уже остановиться не получится. Я бы очень не хотел остановиться. Где-то, знаете, на пенсию там выехать. Нет. Я очень хотел бы до конца своих дней на этой земле, вот сколько мне Господь даст прожить, продолжать познавать его, познавать, открывать все новые и новые вещи в нем. Для себя прежде всего. Но также делиться этим с телом. Потому что тело обогащается, когда приходит что-то большее, что-то более весомое. Давайте скажем еще вот в конце так, что если бы той теологии, которая сегодня есть у церкви, было достаточно, мы бы уже увидели исполнение последней главы книги Откровения. Есть много хорошего в церкви, но есть много того, что еще сокрыто, что еще не взято церковью. И это не позволяет ей на 100% открыться, как церковь Божья на этой земле. Поэтому копать, копать, углубляться. Да, те, кто идут впереди, им достается больше всех. Они получают за свои откровения, их называют еретиками, какими-то бунтарями, какими-то вот раскачивателями лодки. Мне так сказали на пастырском, нашем городском, зачем ты раскачиваешь лодку, в которой ты сидишь? И в этот момент Господь сказал в мой дух, значит, пора выйти из лодки. И я вышел с этого пастырского общения из лодки и пошел уже дальше, ну, я верю, по воде в какой-то степени. Поэтому, да, тем, кто идет в глубину, им будет доставаться очень много. Их судьба быть непонятыми, отвергнутыми, много ошибок первопроходцы допускают. Вы знаете, когда я читал про то, как учились обогащать уран, когда вот вообще учились этой ядерной энергией взаимодействовать, то люди, не понимая того, с чем они имеют дело, проводили эксперименты голыми руками с ураном. И, конечно, они облучались, они получали эту радиационную дозу, и они умирали потом от этого. Пока люди поняли, что нельзя вот так вот просто голыми руками работать с этим ураном. Поэтому первопроходцы, да, они всегда делают много ошибок. На них больше всего будет шрамов. Но потом то, что они открывают, приносит пользу миллионам, миллионам. Поэтому, если вы чувствуете этот призыв от Бога, двигаться в эти глубины, туда, где еще темнота. Джойнер, Рик Джойнер видел в одном видении такую страшную, черную, вообще заржавевшую дверь. На ней было написано «Суд Божий». И он сказал, почему она такая страшная? И Бог сказал, потому что люди не открывают ее, люди не подходят к ней, не хотят узнать, что за ней. И поэтому она не использована. А такие двери, как благодать, спасение, искупление, они чистые, они постоянно используются. Поэтому кого-то Бог призовет пойти в те двери, где еще, ну, может быть, не ходил никто в этом поколении, в нашем поколении, и открыть ее. Да, кто-то скажет, да ты сумасшедший, куда ты пошел, что ты несешь, что ты делаешь. Но потом это, этим начинает пользоваться, за тобой начинают идти тысячи и тысячи людей, и это приносит плод для всего тела. Поэтому благословляю вас всех, не останавливаться, не останавливаться, постоянно учиться, вникать в себя и в учения, заниматься этим постоянно. И так поступая из себя, спасете слушающих вас. Все на этом. Всем привет из Крыма. И до встречи онлайн. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok